С драньки народом они перешли Иордан по сухому, они собрали 12 камней. А те прошли каждому колену по камню. Зачем им эти камни? Это чтобы каждое поколение помнило о том, что они вошли в эту землю, в сверхних теплах. Чтобы Бог спалил. И в тот момент трудности, когда ты будешь проходить какое-то столкновение, пытание, то, смотря на камень, у тебя придет правильная мысль, Бог с тобой. А значит ты будешь мотивирован и стимулирован идти и совершать поступки веры. Аминь. Потому что демона битованную нужно было взять только верой. Человеческими силами это было невозможно. Вы помните, когда Моисей стоял в танк, то они побеждали. Когда он опуткал руки, они проиграли. Вот так, друзья, что мы, будучи облаченные в славу Божьей, мы новое творение, в нам живет Бог, мы можем быть больными, мы можем быть одержимыми, мы можем быть проигрывшими. Это факт. И все зависит от того, как раму твой движется. Поэтому, друзья, память, это важный элемент памяти. И эта память должна у тебя быть не краткосрочная, о том, что ты услышал, помните причину о четырех летах почвы? Ты должен быть укореницем. Это значит, что ты должен глубоко размышлять, ежедневно. И напоминать себе в самом, постоянно, о пакте. Какой факт? Ты новый человек, ты куплен, Бог в тобой, Бог живет в тебе, Дух Святой живет в тебе, Он проявляется через себя, Его желание, чтобы ты делал то-то, 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 и это его решение. И поэтому тебя все будет получать. Помните? Есть такая форма, я думаю, ксероксис, я думаю, мы на завтра распечатываем, напоминание, это «Исповедание веры». Это материал, который используется в школах исцеления. И люди три раза в день, утром, днем и вечером, громко цитируют факт. Это не молитва, это не обращение к Богу, это не обращение к сатане, это напоминание самому себе. И когда ты говоришь к Арте, раз, «Я новое творение, я есть новое творение, я есть новое творение, я есть новое творение». Вы видите, как я это произношу? Друзья, когда вы придаете значение, эмоции каждому слову, и в этом связано «Я». А знаете, почему «Я»? А говорят много, а почему так много «Я»? Уже не «Я» живу, а Хребто живет у меня. Аминь. Но «Я» мое подчинено Хребту, «Я» совершаю поступки, «Я» принимаю решение. Аминь. Ты принимаешь решение, что это дело не дело. Ты принимаешь решение на основании того, что твоя способность не твоя, а Христа в тебе. И поэтому ты должен формировать внутри понимание, кто 2 Коринфянам 3,18. И так теперь с открытым листом, словно на зеркале, ты взираешь на славу Божию, преображая в этот образ от славы славы, от силы стила, от веры к вере, как от Господнего Духа. То есть, когда ты смотришь в зеркало, ты видишь отражение чьего? Что ты там видишь? Иисуса. Аминь. Аминь. Не твое. Господь, Иисуса, слава Господи. И ты этот образ, напоминаешь, идей, как Яков сказал, что многие люди, они подобно человеку, которые посмотрели свое отражение, отошли и забыли, как он выглядит. И если ты забыл, как ты выглядишь, ты не сможешь поступать дела Иисуса. Аминь. Поэтому ты должен увидеть Его в себе и запомнить. Поэтому напоминание три раза в день. Кто ты, кто в тебе и для чего это Бог все делал и на что ты пособен в Нем. Аминь. И я скажу, за очень короткий промежуток времени люди начинают освобождать любой человек, любого духовного рода, образования, любого. Даже пять минут пока начинают исцелять больных. Почему? Потому что работает закон механика силы Божьей. Аминь. Не потому, что Бог говорит, ой, тебе рано, ой, ты еще пока, ты еще пока, у тебя гордость там настижит. Это все, как говорю, это все, друзья, это все вымысел, и это продукт бессильный, нежели, это правды Божьей. Бог ожидает, что человек в первых минут покаяния начнет услужить и являть Христа. Для чего тогда Христос и пришел к нам, чтобы проявляться через нас. И когда мы обращаем кого-то, ко Христу, мы там, первое, нужно и вести этому человеку к этому факту, Христос, во мне, исцеляй больных. И ты покажешь ему, как я. Аминь. Поэтому память, если твоя память глубокая, она не откуда, она будет постоянно тебе моделировать твой поступок. Она будет напоминать тебе о том, что ты можешь. Если твоя память транссосрочная, это так вот, вот вышел и забыл. Вот как в притче о четырех почвах. То, чему ты не придал значения, то, что ты не понял, оно просто все, оно улетучится, и все. И ты постоянно «Ой, Господи, приди, Господи, так я и тут с тобой так, иди делать».